Юные тайские футболисты, которые провели две недели в полузатопленной пещере, после спасения ушли в монастырь. Почти все они, кроме одного христианина, стали временными послушниками буддистской обители. Мальчики уже разместились в монастыре, где прошла церемония посвящения. Они также почтили память погибшего в ходе их спасения дайвера Самана Гунана и вознесли благодарственную молитву, после чего, по буддийской традиции, всем им обрели головы. В монастыре подростки останутся девять дней, а их тренер, 25-летний Экапол Аке Чандхавонг, навсегда. Он решил принять постриг и стать монахом. Ранее Чандхавонг уже провел в одном из монастырей 12 лет. Полученные там знания и навыки он применил для поддержки детей во время заточения, в частности, научил их медитации. Тайцы-буддисты часто отправляются на временное послушание в монастыри для искупления проступков и духовного очищения, особенно после перенесенных испытаний, которые они считают знаком свыше.